Добрый день! Поговорим о Николае Павловиче, который так хорошо победил всех декабристов и потом в 30 лет рулил Россией так, как ему хотелось. У нас часто говорят о том, что Николай Павлович был такой, был сякой. Одни говорят, что он был очень справедливый, другие, наоборот, что не очень. На самом деле он был и такой, и сякой, и прочий, весьма разный в разных местах. Почему? Потому что любой человек может быть весьма разным. И в жизни Николая Павловича были как моменты весьма положительные, так и не очень. Вот два полярных таких примера. 1849 год. Декабристы давным-давно гремели. Уже вообще Петрашевцев арестовали и провели гражданскую казнь, после которой Федор Михайлович Достоевский отправился на каторгу и отпахал ее по полной программе. Ну, значит, по делу Петрашевцев, в частности, проходил такой капитан Львов. Выяснил, что к делу он не имел никакого отношения. Арестовали его по ошибке. Ну, разобрались, отпустили. Капитан этот служил в лейб-гвардии на егерском полку и очень все это дело переживал. И вот парад на царице на Луну. Все так красиво строятся, маршируют. Кому хочется посмотреть, как это все выглядит, есть знаменитая картина. Большая, на которой все это разрисовано только не в 1849, а в 1831. Дело не меняет, там все очень красиво нарисовано. Так вот, идет парад, марширует егерский полк. Проходит мимо императора. Император командует стоп, остановится. Полк останавливается, все затихают, не понимают, что происходит. Император уезжает и произносит. Капитан Львов, вы ошибочно были заподозрены преступления перед всем войском и перед народом. Я прошу у вас прощения. Все галки, все благодарят царя, какой он справедливый. Брат его, родной Михаил, подъезжает к капитану. Говорит, что, мол, ты можешь попросить все, что хочешь. Ну, тот, разумеется, ничего не попросил. Тут уже то, что император попросил прощения, уже это сыграло свою роль. То есть, вот такой царь справедливый. И это во всех анекдотах и историях того времени двухполучно записано и не один раз пересказывалось. Есть другая история, но вовсе даже противоположная. Случилось намного ранее. Это 1831 год. Знаменитая Холера. В то время министром внутренних дел был генерал Арсений Запревский. Ну и император отправляет его бороться с Холерой в южную гуверну. Запревский, недолго думая, собирается и уезжает в поездку, не взяв ни положенных прогонных денег, ни подъемных, как это было тогда принято. Например, тому Кутузов намного ранее, опять же, когда Александр первый позвал его спасать отечество, попросил себе всего лишь 100 тысяч подъемных. Родину спасать надо, но подъемные подъемные. А то, значит, человек уехал. Ну, по счету на то, что, разумеется, царь будет хороший, царь, как положено, потом все это делал, все расходы оплатил. Заложил. Так же получилось, что пришлось заложить имение жены, потому что денег ушло много. В общей сложности Закрепский стратил 50 тысяч. Вот. Ну, дальше, значит, около пяти месяцев он мотается по южному гувернию. Кстати, вот так выглядел Закрепский в те годы. Ну, это 1820 год. Это портрет, нарисованный Джорджем Доу для военной галереи Зимнего дворца. Потом он, конечно, изменился, немного постарел, потому что в дальнейшем он, когда стал московским генерал-губернатором, но это уже на древней стороне, он выглядел вот так. То есть, конечно, конечно, вспоминался. И вот Закрепский мотается по губерниям, организует карантин, организует лечение, спасает врачей от погромов, которые устраивают благодарные россияне. Потом возвращается в Москву. А в Москве холярный бунт. И Николай I задает главе МВД вопрос. Отчего родился мятеж? Ну, Закрепский, как честно генерал, честно отвечает. На того, что полиция брала в холерные больницы пьяных и здоровых, и грозила тащить туда из домов больных другого рода, а за деньги выпускал первых и оставлял в покое последних. Ну, государю это очень понравилось. Плюс ко всему под Закрепского копали, усиленно говоря, что он не справляется со своей работой, не может, он был параллельным министром внутренних делом генерал-губернатором Финляндии. То есть на него было работа тасована более чем много. Вот. И Закрепского начинает отправлять в отставку. Причем речь о том, чтобы компенсировать ему расходы, которые он понес во время пятимесячной командировки, как бы не идет. А через третий роки его жене сообщают, что император из милости, в виде милости, пятьдесят тысяч Закрепскому отдаст. То есть как бы от милости ему окажет за то, что он вот так верно служил. При этом за борьбу с холерой заместитель Закрепского, который оставался за него в Петербурге, был премирован ста тысячами рублей. Ну и Закрепский, конечно, закусил у дела и ответил, что никак не желает быть в тягости государства и ушел в отставку. Николай Павлович к этому отнесся спокойно. Ушел и ушел. Вот другая благодарность. Правда потом, в 1848 году, когда во всей Европе загремели революции, Николай Павлович революцию у себя тоже испугался, он Закрепского призвал к себе и назначил его московским генерал-губернатором. Но это уже отдельная история. Там, надо сказать, Арсений Закрепский прославился далеко не с положительной точки зрения. Но надо отметить, что к тому моменту ему было глубоко за 60, ему было уже 65 лет. Он, конечно, был пожилой и вообще из другой эпохи. Поэтому ничего удивительного в том, что он проснул консерватором и неподходящим для службы. Ничего удивительного нет. Но он, опять же, до конца царства Николая так оставался военным генерал-губернатором Москвы, а снял его уже Александр Второй. Ну как снял? Оправил тихую отставку. Вот такой момент тоже был. Так что Николай Павлович был когда надо хорошим, а когда надо, то и не очень. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok